Ибо он принес его не уменьшенным, но возвратил целым, и таким, каким получил. Тоже доказывает и блаженный Павел, когда говорит, «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного» 1 Тимофея 5.8. Промышление, разумеет, всякое и о душе, попечение и о теле, «Ибо и последнее есть тоже попечение. Тот, кто не печется от своих, то есть принадлежащих к его роду, хуже неверного». Это говорит Исаия, глава пророков. «От единоверного твоего не укрывайся, Исаия 58.7». Ибо каким образом может быть милостивым к посторонним тот, кто презирает людей одного с собой рода и свойственников своих? «Разве не называют все тщеславием то, когда кто, благоденствуя чужим, презирает и не щадит своих?» «Или с другой стороны, если наставляет первых, он оставляет в заблуждении последних, несмотря на то, что благотворит последним, было бы для него и удобнее, и справедливее?» «Без сомнения». «Ибо разве не скажут тогда, что можно ли назвать милостивыми христиан, когда презирают они своих?» «Хуже неверного», — говорит апостол. «Почему?» «Потому что сей последний, если презирает чужих, то, по крайней мере, не презирает близких себе». Сказанный апостол имеет такой смысл. «Кто не родит о своих, тот нарушает и закон Божий, и закон природы». «Если же непекущийся оприсных отказался от веры и стал хуже неверного, то куда должен быть отнесен, и где займет место тот, кто обижает присных своих?» «Но каким образом он отказался от веры?» «Они говорят, что знают Бога, а делами, — отрекается Титу 1, 16. «Между тем, что заповедует Бог, в Которого веруем?» «Не презирать тех, которые связаны с вами племенным родством». «Каким же образом может веровать отрицающий сие?» «Подумаем, сколько нас, таких, которые, сберегая деньги, презираем ближних?» «Бог для того и учредил родственные связи, чтобы мы имели больше случаев благотворить друг другу». «Поэтому, если ты не делаешь того, что делает неверный, то уже ли ты не отказался от веры?» «Ибо не в том состоит вера, чтобы веровать только исповеданием, но нужно еще являть праведные дела». Из 14-й беседы на первое послание к Тимофею. Аминь. Аминь.